Приветствую вас на телеканале «Инпакт». Это прямой эфир. Мы встречаемся с вами на программе «Влияние». Я не один. Юра Аскеров. Добрый вечер, Юра. Вместе со мной. Добрый вечер. Будьте благословенны. Вторая встреча у нас с тобой. Тематика эта интересная в Торе, интересная в Ветхом Завете. Это вторая встреча, вторая программа, поэтому удобно устраивайтесь. Будьте благословенны. Хорошо, Юра. Если для человека эта тема интересная, если человеку эта тема важная, если она нужная, он будет сегодня на службе, не нас вернее, потому что то, что мы будем говорить, оно не от нас, оно не от меня, не от тебя, оно от Бога. Почему? Потому что Бог дал эту книгу для нас. И на прошлой программе мы с тобой говорили о том, как уникально было написано Тора. То есть, если мы говорили, что с первой книги, вот, например, от буквы Т отсчитываем 49 букв, 50-я О, отсчитываем 49, 50-я Р, отсчитываем 49, и 50-я буква Г, и она ставится как А. И мы видим, что это... Получается Тора. Да, получается Тора, и эта последовательность идет на протяжении всей книги. Дальше, то же самое получается на протяжении всей книги исход, потому что находим, где первая буква Т, и идет тот же самый отчет. 49, 50-я, 49, 50-я. Книга Левит идет от буквы Йот восемь букв, восемь букв, восемь букв, и получается Ягва, 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 Ягва. То есть на протяжении всей Библии. И в других двух книгах оно идет Тора наоборот. Тора, то есть уже не первая Т, а будет первая Хэй, как А, и будет идти следующая последовательность. Это раз. Во-вторых, во-вторых, как можно было написать такую книгу, как можно было подобрать так все, чтобы этот код продолжался, то есть последовательность на протяжении всей книги. И вот самое первое, что интересное в Торе, что это Божьи откровения людям. Божьи откровения. Я по-другому не могу назвать. Я много раз говорил людям о этой последовательности, они мне не верили. Они мне не верили. Говорят, Юра, такого невозможно, не может быть. Но, извините, это есть, и это написано в этой книге. Да, друзья, переводы уже теряют многое. Но, слава Богу, что у нас есть перевод на русский. Почему? Потому что мы можем понять то, что написано в Торе. Вы знаете, я когда-то преподавал немножко в библейском институте, и мне дали разобрать тему ислам. Мухаммед сказал, что я горжусь тем, что я араб, и Коран написан на арабском языке, и они не признают никаких переводов, никаких ничего. То есть они этого не признают. Да, люди делают переводы, люди читают, но официально это не признается. Хорошо, друзья, следующее, что очень важно, именно в Торе, это перепищики. Юра, когда-то мы проводили семинар в Ялте, и одна женщина подошла ко мне и говорит, брат Юра, ну пожалуйста, придите, поговорите с моим мужем. Вся семья верующая, а он один махровейший атеист. Я говорю, хорошо, если нас американец отпускает, мы идем к вам. Я пришел, сидит такой человек, знаете, настроенный, но я не знаю, я не знаю, как сказать, как он был настроенный против нас. И первое, что он мне сказал, а вы знаете, ребята, что ваша Библия – это фикция. Я говорю, а ну с этого момента подробнее, мне интересно. Мне интересно. И он начал, говорит, да вот вы знаете, сколько переводов вы сегодня читаете, совсем другую книгу. Я говорю, стоп, хорошо, давай разбираться. Я говорю, ты Шекспира читал? А он грамотный человек, читал. А ты знаешь, что оригинал Шекспира и то, что ты читал, это две разные книги? Он говорит, почему? Я ему начинаю рассказывать, как делаются наши переводы. Он послушал, а теперь послушай, как делаются еврейские, не переводы, а переписка книги. Если у христиан, например, садят 10 переписчиков, и человек диктует. И знаешь, как украинское получается? Кум ты ля паса, кум ален тре. Если человек не знает украинского, он напишет кучу, кучу, кучу не того. Так же самое. Почему историки говорили о том, что Бог запрещал язычникам и переписывать, и переводить Тору на другие языки? И допускали к переписке не всех еврейских. Я сейчас буду говорить за это, Юра. И получается, что очень много язычников, то есть особенно греков, которые хотели это сделать, просто Бог наказывал умопомешательством. Они сходили с ума. И получается так, было разрешено, вернее, сделали перевод 280-180-е годы до нашей эры. Это перевод 70 толковников. То, что мы сегодня знаем, то агента. Но, давай, Юра, посмотрим на людей, которые переписывали. Это очень интересно. Это не то, что мне захотелось. Я взял ручку, взял листок и начал писать. И начал писать. И говорю, Юра, пожалуйста, диктуй мне, чтобы мне было быстро, чтобы мне там текст не искать. Хорошо. Для переписки текста Торы допускался. Святой человек. То есть человек, жизнь которого была в благословении, и никаких нареканий в жизни не было. Со стороны других. Да. Дальше. Этот человек должен быть глубоко верующим человеком, который исследовал Тору. Далее. Для этого ему нужно было на чем писать. То есть выбирали специальный пергамент. Специальный. Ну, я вроде даже слышал, что это было из шкуры молодых животных. Его специально выделывали. Именно для этой цели. После этого сам переписчик, он застругивал перо так, чтобы можно было писать так, как пишут евреи. Далее. Вроде я слышал, что расстояние между буквами волосок. И, если не ошибаюсь, в каждом рядке вроде 13 букв. Я не знаю, насколько правда, потому что, например, в моей Торе, там уже идет все, ну, как бы, все подряд. Но, когда была вот эта Тора, которая наматывалась, там были специальные рядки. Там были специальные рядки. И, что самое интересное, когда человек читал, он не трогался Торы. Была специальная ручка, которой он следил то, что он читал. Хорошо. Этот человек начинал переписывать. Он переписывал. Перед ним был текст. Ему никто не диктовал. Перед ним был текст. И он должен был в этом тексте поставить все точки, все запятые, все черточки, так, как в оригинальном тексте. То есть, в тексте, который ему дали. И снова же, он это делал с молитвой, с Божьим благословением. И, знаешь, Юра, где-то в 1990-х годах на Украине был праздник. Потому что за 70 лет была написана первая Тора от руки. Юра, поправь меня, но насколько я помню с учебной библейской своей скамьи, что потом то, что он делал, его тщательно проверяли и не переписывали, пересматривали, насколько это достоверно, Юра. Юра, ну ты меня трошки подгоняешь. А, я понял, я понял. Хорошо. После этого, когда он написал, приходили люди, не менее 10 человек, проверяли этот текст. Проверяли все до точечки, до черточки, где была ошибка. Если в целой Торе было 10 ошибок, в синагогу она не отдавалась. Она отдавалась где-то в учебные классы, все, где ее могли читать так. Но святости той, которую получала Тора, которую отдавали в синагогу, это было совсем другое. Хорошо. Тору читали. Дальше. Перед служением в синагогу Тору выносили. И каждый человек, если мужчина, он дотрагивался до Торы, целовал руку и целовал Тору. Женщина брала платочек или что-то, который был на нем, и через платочек дотрагивалась до Торы. То есть святость Торы. Когда-то мне рассказал один харизмат. Он был в двенадцатке у Сандея. Он пришел к Богу через Колю Литвинюка. И они пришли в синагогу посмотреть. И они увидели, какое отношение людей к Торе. Говорят, мы такого не видели. Мы такого не видели. И мы видим, вот смотри, Юра, самое первое, автор Торы, это Всевышний. Дальше, те люди, которые переписывали. Которые переписывали. И после этого Тора попадала в синагогу. И в синагоге она служила. Ну, видишь, церкви, то есть синагоги считают великим благословением, если в синагоге есть пятьдесят один свиток Торы. То есть на каждую воскресенье, то есть на каждую субботу в году. Хорошо, это то, как она переписывалась, ее ценность, ее величие, ее благословение. И мы знаем то, что благодаря этому, благодаря этому, когда-то Тора перевелась на греческий, а потом ее перевели на русский язык. И мы сегодня... На греческий это вульгата было, по-моему. Это латынь. Это латынь. Да. Вульгата – это латынь. И тоже это был единственный признанный церковью перевод на латынь. Хорошо. Ну, дальше давайте смотреть, о чем же говорит эта интересная благословенная книга. И, знаешь, Юр, если посмотреть, мы увидим очень много интересного. Помимо того, что мы знаем. Ну, буквальный смысл. Буквальный смысл мы читаем – это то, что происходило. Это то, что происходило. Все. Это исчисления, которые происходили. Дальше. Это нравственные законы. И снова же я хочу еще раз оговориться для наших благословенных друзей, что Тора – это не переводится закон. Это второе значение этого слова. Первое значение – это учение. Это учение Господне. Потому что, если забери пятикнижья Моисея, и мы зайдем куда-то в дебри, в дебри, в дебри, в дебри, и потеряемся там. Почему? Потому что эта книга ставит везде точки над «и». Она говорит о том, что произошло. Она говорит о грехопадении человека. Она говорит, и Павел, например, в первой главе «Римлян» с 19 стиха, он полностью пишет, «Почему только Божья милость через Иванли может спасти сегодня людей?» Потому что люди упали до самого низу. До самого низу. Все. Нравственность их не спасет. Но когда Божья милость, Божье прощение приходит в жизнь, это другое. Хорошо. И мы смотрим буквальный смысл. Он рассказывает интересные истории. Дело в том, что Библия Тора не затушевывает проблемы своих героев. Она их показывает. Для чего? Знаешь, когда-то позвонил мне сын. Ну и что-то у него было не так. Он говорит, папа, ну я видел многие вещи, и у тебя не так. Я говорю, сынок, ты это видел? Да, я это видел. Сын, Бог тебе показал это во мне, а теперь постарайся не делать это в своей жизни. И он взял урок. Он взял урок. Потому что на то время, на то время я был новообращенным. А сейчас у него есть Библия, у него есть семья, и он применяет эти все законы для своей семьи. Вот буквально во вторник у нас была программа на Израиль сегодня, и мы говорили о положении женщины. Женщины, которую Тора дала для нас. И Тора очень сильно защитила женщину. Очень сильно. И это огромное благословение. И вот мы видим буквальный смысл. Буквальный смысл. Мы видим, через что было грехопадение Адама и Евы. Мы увидели, что такое зависть, которая погубила Авеля от рук его брата. Мы уже говорили, раввины говорят, что никакое это не оправдает убийство своего родного брата. Ничто. Далее. Мы видим пути искупления. Мы видим то, что мы говорили на прошлой неделе. Это Бог Давид Машиах. То есть путь Божьего спасения. И мы сегодня, возможно, будем говорить еще за это. Хорошо. То есть Тора рассказывает многие вещи в буквальном. Но раввины говорят, у Торы 70 лиц. 70. Не 10, не 15, не 25. И это очень интересно. Хорошо. И вот следующее, о чем я говорю, это исторические методы толкования. Хорошо. Много раз в церкви я слышу проповедь. Око за око, зуб за зуб. И человек, который проповедует, он говорит, что евреи учили мести. Но, извини, Юра, во всех народах это было так. Почему? Потому что это были народы не Бога. Это язычники были. Да, это язычники. Но евреи говорят, проклят всяк, кто исполняет заповедь дословно. Опа. А что тогда? И они говорят, это заповедь. Богом дано для того, чтобы предотвратить месть. Предотвратить, как говорится, то, чтобы человек наказал другого. И плюс еще, Юра, плюс, Бог почему учредил око за око, зуб за зуб? По той причине, что языческого рода месть, языческого рода месть, она имела в себе целью не око за око, а если ты меня оскорбил, я должен был всю твою семью подвергнуть смерти или такого же наказания и похлеще. И для того, чтобы подвести человечество к благодати, которая дает прощение, прощение, обижающих прощайте, молитесь за обижающих, благословляйте проклинающих. Господь пошел линией, я это называю, наименьшего сопротивления. Если, к примеру, это чисто для примера, друзья, если Юра мне один глаз выбил, я не имею права трогать твою жену и ее глаза, трогать сыновей твоих или дочерей, выбивать всем глаза, то, что делали язычники. То есть, почему Всевышний, давая законы, он давал и интерпретации их? Совершенно верно. И знаешь, Юра, сегодня евреи говорят, что есть устная тора. То есть, ну, по-разному они сегодня говорят. Они говорят, что Моисей получил на горе Синай. Ну, не знаю, я не буду подвергать сомнений, это их, как говорится, положение. Но теперь, что значит заповедь око за око, зуб за зуб? Хорошо, два человека работают. Два человека работают, но где-то они поругались и, как ты говоришь, один другому дал в глаз. Хорошо, что делает человек, которому дали в глаз? Он приходит к судьям. Заповедь есть любой вопрос, идти к судьям. Судьи вызывают хулигана. Ох! И они начинают говорить. Так, дорогой, вот ты, например, не, давай ему лучше не глаз возьму, руку он ему поломал. Вот смотри, этот человек, он был, например, хорошим мастером, там, или горшечником, или кем. И, например, он зарабатывал в час, ну, пусть 40 долларов. Сейчас он с переломанной рукой, он ничего не может делать. Значит, ты за это время, пока он болеешь, платишь ему за каждый рабочий час по 40 долларов из своего кармана. Следующее. Они говорят, хорошо, но ты вот поломал руку человеку. А сколько бы ты дал бы за то, что мы тебе поломали? Вот сейчас. И ты знаешь, человек, наверное, почухает голову и скажет, много, почему? Потому что, если сказать мало, могут поломать. Ну да. Все это приплюсовывается. То есть так судья решает. Да, не судья, там судьи, люди, которые хорошо знали Тору. Допускались только те, кто хорошо знал Тору, знал Божьи законы. А мы чуть-чуть позже поговорим за нравственное положение в учении Божьем. Хорошо? Дальше ему говорят. Вот смотри, вот он выздоровеет, например, и он уже не сможет делать ту работу. А сможет примерно, ну, делать уже на дело долларов 10. Пожалуйста, разница. Дальше он пойдет в больницу. И врач ему припишет рецепт, даст лечение и скажет, давай деньги. Вот, пожалуйста. И плюс это. И еще одно положение я не помню. И вот это все суммируется. И плюс к этому, ты должен обрабатывать все его огороды, все его поля, все его виноградники до его выздоровления. И вот теперь давайте посмотрим, а насколько мудрость Божья велика. Закон Хамурапи, закон Хамурапи, он говорил о том, что человек, который поломал руку, надо ему поломать руку. Хорошо. И вот на другой день он придет в больницу, мне рука поломана. Плати деньги. А у меня нет. И что толку, что я другому руку поломал. Я с этого ничего не имею. И вот эта история. Дальше. Исторический контекст, он объясняет те положения, которые были в то время. Он, например, объясняет поход евреев в землю обетованную. Видите, сегодня христианство одно признает, другое не признает, что Ханаан был населен детьми тех великанов, которые были после шестой главы бытия. И о чем они говорят, что это было не создание Божье. И вот когда этот человек великан умирал, та сила, которая была в нем, она переходила на другого человека. И мы видим то, что были очень многие люди, даже в Новом Завете, которые цепи разрывали. Назывались они в Старом Завете великорослые. Да, или одержимые. Или одержимые. И вот мы видим, как Бог дал повеление, чтобы среди его народа этих людей не было. Но люди задают вопрос, а почему было так жестоко? Хорошо, давайте смотрим на языческую жестокость. Мы смотрим, первого ребенка, первенца, каждая семья приносила в жертву. Или его убивали, или как у амманитян, его ложили на раскаленные руки Молоха. Это зверство. Это зверство. Следующее. Если вот мы с тобой представители двух деревень, двух городов, мы заключаем с тобой договор. Ну, к примеру, дорогие друзья, это образно говорится. Жертва ребенок до момента полового созревания. Его убивали, разрезали наполовину, и стороны забирали это себе. Это был кровный договор. И сегодня в Ханаане находят очень много пещер, где стоят кувшины, и на них написано, моему лунному Богу посвящается. Но если мы любим свет, они любили тьму. Дальше. Мы видим, что очень много было то, что сегодня называют сексуальные оргии. Это было язычество. Это было язычество. И были определенные правила этого. И Бог сказал, я не хочу, чтобы среди моего народа было это. И Он приказал все уничтожить. И столбы, и все, что было. И было сказано, не вносить это в дом. Почему? Потому что оно будет заклятым для твоего дома. И плюс, почему Господь говорил в Старом Завете, дабы не ввело это в грех народа. Я за что и говорю, Юрий. Ну да, совершенно верно. Потому что оно, знаешь, как в жизни человека, в обществе бывает. По чуть-чуть, по чуть-чуть принимаешь, принимаешь. Вначале оно кажется инородное. Вначале. Оно кажется зловредное, и ты понимаешь. Но затем, как лягушку помещают, говорят, в теплую воду, привыкает, привыкает, привыкает. Это то, Юра, к чему сегодня пришли мы в американском обществе. К сожалению. Ну, многие из нас. Сначала это был грех. Сначала это было мерзко для нас. Затем шаг за шагом, шаг за шагом. И смотришь, зачастую диву даешься. Ты же таким не был вначале. Твоя семья таким не был вначале. Что произошло? Я прошу прощения, может, боль своего сердца выскажу, в прямом эфире. Кстати, это прямой эфир Юра Аскиров со мной. И попадает мне видео буквально короткое время назад, может, неделю-полторы. Человек, с которым мы росли вместе, и ты рос вместе, находясь в церкви сегодня, в одной из церквей. Я не с тем, чтобы тень бросить на его, а себя выгородить в хорошем свете. Я смотрю, что он устроил такие танцы на свадьбе, в кавычках, христианской свадьбе. Такого ГПК начал водить под музыку. Я думаю, постой, да что с тобой произошло? Почему такая метаморфоза произошла? Откуда? Оно же тебе чуждо инородно. То есть оно постепенно вводится. Это я взял маленькое. Я понимаю, я тоже о многих вещах переживаю. Хорошо. Ну, за историю мы немножко поговорили. А теперь есть очень интересное. Это аллегории и иносказания. Ты знаешь, в Библии есть два раздела. Это иносказания, будем так говорить. Это притча и это аллегория. Если мы смотрим притча, их есть снова же два сорта. Ну вот, например, пишет Соломон. У него притча, это как поэзия. Начало мудрости, страх Господень. То есть их есть три. Параллелизма, то есть называется синоптический, антитетический, еще один я забыл. То есть получается, что два ряда, это стихотворение. С одной стороны, одно подтверждает другое. Первое, то есть второе поддерживает первое. И второе выступает против первого. То есть это вот эти параллелизмы. Хорошо. Но есть притчи другого характера. Есть притчи, то есть дается сначала какая-то зацепка за эту притчу. Потом дается история. И потом дается как бы логический вывод из этой истории. И вот смотри, есть много, вот брачный пир, 25 глава Евангелия Матвея. Между прочим, очень интересно, почему? Потому что вроде сказано о свадьбе. А евреи брали именно вещи, которые, ну, они были близки для них. Вот свадьба. Свадьба. Жениха нету. Э, ребята, вы что? Я многим рассказывал в Украине эту притчу. Они говорят, слушай, ну как это так? Я спрашивал девочке, ну, если вы ваш кавалер, ну, свадьба на 10, а вы смотрите уже 10.05, его нету, что было бы? Ну, они говорят, мы плакали. А здесь, говорится, день. И жених замедлил. И снова же, мы теперь смотрим в этот обряд евреев. То есть, парень говорит, какой он день придет к невесте. Он уже перед этим дал ей кольцо. Он уже сказал, я обручаю тебе по закону Моше Ирзраиля себе. То есть, они уже обручены. Все. Не надо этих громких пиршеств. Не надо, как говорится, выкладывания этих денег. Все. Они уже обрученные. Приходит день. И он говорит, я приду к тебе такого-то, такого-то числа. Невеста готовится. Но невеста не знает времени, когда он придет. Ты знаешь, Юра, это вот такой преобраз на сегодня на Христа. Хорошо. Но девочка, невеста, должна всем видом показать, мы ждем жениха. Он самый ожидаемый. Он самый лучший. Он самый благословенный. И по еврейской традиции, ее подружки, они около ворот веселятся. Они ждут его. Но жених замедлил. Жених замедлил. И когда он пришел, как говорится, сказали, жених идет, двери захлопнулись. Кто был готов, те вошли. А те, кто без масла заснули, у тех проблема. Юра, я верю. Юр, можно я закончу? Да. И потом. И вот смотри. Дело в том, что сегодня вот прыча имеет свои правила толкования. Все, что не касается основной идеи этой прычи, А основная идея этой прычи – наше бодрствование. Мы должны бодрствовать в ожидании жениха. Активном бодрствовании. Ну и получается, что люди берут разные, вот берут за елей. Говорят, вот елей – это святой дух. Я говорю, ребята, скажите, покажите мне магазин, где он продается. Я пойду отдам все деньги, я его куплю. Говорят, Юра, да ты что? Да как ты имеешь право говорить такое? Ребята, да не я говорю, вы мне пять минут назад говорили, что он продается. Идите, купите его. То есть, мы увидели интересный обычай. Мы увидели интересное толкование его. Жених замедлил. Первый век ждал его. Второй, третий, десятый, пятнадцатый, двадцатый. Мы 21 век, мы ждем, мы ожидаем. И он хочет увидеть нас живыми, действующими, которые ожидают его в активном ожидании. Это притча. Мы толкуем только детали, которые касаются основной идеи. Мы должны бодрствовать. Пожалуйста, Юр. Вот это, к слову, о чем ты говоришь. Я глубоко верю, и не только мое субъективное суждение, это то, что разворачивается сегодня на наших глазах. И в Европе, и на Ближнем Востоке, и в Америке, и отовсюду. То, что мы живем не в период приготовления невесты к приходу жениха, а мы живем в тот период, когда жених замедлил. То есть, он должен был прийти уже по всем признакам и знаменям последнего времени. То есть, почему мы несколько раз с тобой говорили, 70 лет прошло с основания Израиля в 1948 году. То есть, и уже время пришло, но вот жених еще, то есть, он замедлит. И поэтому в этот коротком периоде времени мы находимся. Юра, это слава Богу, что он замедлил. Это дает многим людям возможность сегодня найти его. Вернее, чтобы он открылся, им открыл их сердца, для того, чтобы они нашли его. Хорошо, Юр, мы не будем много говорить за плечи, потому что время у нас бежит. Следующий у нас аллегории. Аллегории. Аллегория, это тоже интересная вещь. Ну вот, вроде 17-й языки, или говорится за двух орлов. Но в аллегории толкуются абсолютно все детали. Абсолютно. Она более обширная, она более детальная, она более показывает то, что она хочет показать. И в данном случае там говорится о том, ну, чтобы, если мы вступили в завет, чтобы мы его не нарушали. Ну, как хотели кто-то это сделать. Хорошо, дальше. У нас есть, Юра, здесь речевые обороты. Очень много. И ты знаешь, сегодня вот на работе что-то мне пришло в голову идиомы. Идиома. Переносное значение. Вот смотри, расскажу один смешной случай. Рассказывал нам один из учителей по взрыву евангелизации. Ну, я не знаю, как его звать, помню, вроде фамилия Шепель. И он рассказал, говорит, знаете, мы однажды поехали на ферму проповедовать Евангелие. И один из наших друзей сказал, вот смотрите, в Израиле было такое благословение, что когда коровы ишли домой, у них из вымя капало молоко. Их остановила заведующая этой фермы. Ребята, это не благословение, это болезнь животных. И он тогда понял. И он сказал, что после этого, если я чего-то не знаю, я молчу. Мелоко и мед, что это такое? Это идиома. Это переносное значение, которое означает великое изобилие. Великое изобилие. И для евреев это было великое изобилие. Это Божье благословение. Следующая идиома, которая встречается в Писании, плоти кровь. Это не раздельно, отдельно кровь, отдельно тело человека. Нет. Это означает живой человек. Плоть и кровь. Плоть и кровь. И ты знаешь, Юра, в русском языке есть много идиом. Вот знаешь, давай представим, сидит француз, сидит русский. И рядом сидит человек, который не знает, о чем они говорят. Один говорит, ну дорогой, ну дорогой, ну ты серебряной ложкой под языком родился. Я-то да. А вот ты в рубашке родился. А человек смотрит со стороны и думает, о чем они говорят. Ребята, у вас с мозгами все в порядке. Но он не понимает, что и тот, и тот сказал идиому за счастливое рождение. У французов это серебряная ложка под языком, у наших это родился в рубашке. Счастливый человек. И мы видим, что очень много. Библия передает состояние именно счастливого человека. И снова же она передает это через словесные обороты. Ну а теперь давай посмотрим интересное. Есть такой словесный обороты гипербол. Специальное превышение текста. Я каждую ночь слезами омываю ложе мое. Давид. Господи, сколько ему надо ведер, слез. Это гипербола. Да, переносное значение. Переносное значение. И этих переносных значений в Библии много. Для чего? Для увеличения остроты момента. И это хорошо, это благословенно. И это прекрасно. Хорошо. Есть еще такое интересное в Библии. Юр, сколько у нас времени, чтобы я самое интересное не пропустил? 23 минуты. 23 минуты. Есть такое понятие, как типология. Типология. То есть типология – это то, что отбрасывает тень на будущее. Вот смотри. Дело в том, что, например, местописание мы с тобой говорили пророка, как ты я воздвигнул в народе. И всякий человек, который не послушает слово пророка сего, и стремится из народа. Это мы сегодня говорим за Иисуса Христа, но это было сказано за Иисуса Новина. Потому что он после смерти Моисея стал именно с этими полномочиями. И с такими полномочиями, что даже Бог слушал его в том, чтобы остановить солнце и луну. И это было реальностью. Настолько было великое помазание этого человека. Так же самое мы возьмем очень много за Исайю. Кажется, Дева и так дальше. И снова же, это было сказано на кого-то. Когда мы читаем вроде седьмую главу Исаии, восьмая глава говорит уже о чем-то интересном. Ну, если наши друзья возьмут, они прочитают еще седьмую, восьмую и девятую главы. И там идет определенный контекст. И если мы хотели бы прекратить спор с иудеями, вот это место, оно спокойно нас бы успокоило. Потому что те спорят, что родила девственница, а те спорят, что молодая женщина. Но молодая женщина и есть девственница. Просто-напросто надо было посмотреть немножко текст и надо было посмотреть типологию. И ты знаешь, Юра, очень много. Вот типология, когда была за Илью. Илья это Иоанн Креститель, который пришел. То есть интересные вещи. Интересные вещи, которые Писание дает сегодня для нас. Хорошо. А теперь мы посмотрим, друзья, что есть такое еще понятие, духовный контекст. Духовный – это то, что Писание открывает нам в процессе. Ну вот мы в тот раз говорили с тобой, Юра, о том, что Бог сказал, не заграждай уста у вола молотящего. За кого переживает Бог? Конечно, за человека, который есть в служении. Хорошо. Мы видим, что очень много именно апостолы, они открывали для нас духовный смысл. Почему? Павел говорит, не все мы умрем, но все мы изменимся. Дальше. Книга Откровения. Это полностью духовный смысл. Книга зашифрована в символах. Почему я так говорю, друзья? Ну вы посмотрите, говорится за драконов, еще за кого-то. Извините, одна сестра когда-то, наша знакомая, между прочим, она говорила, вот представь, мы лежим на берегу моря, и тут мы видим, с океана выходит чудовище. Моя жена говорит, Танюша, это не то. Ну ведь написано. Ну правильно, написано. То есть люди буквально понимают то, что надо воспринимать как символы. Да, да, и мы видим, что очень часто в Писании оно есть именно такие вещи. Ну вот смотри, еще, например, я не знаю, или к духовному его взять, или к чему. Павел проповедует с Варнавой. Павел стоит и говорит слово. Это не в Аэропаге, не там? Не, 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 в Аэропаге там было отдельно. Это они были в Листре или Иконии. И в Варнава сидит себе спокойно. И когда Павел сделал чудо, то есть исцелил Хромова, люди начали кричать. То есть они взяли исторический факт. Когда-то в их традиции написано, что боги спустились на землю в виде старика и старухи. Но люди не поняли их и оскорбили их, и унизили, и тогда они наказали город. И здесь совсем другое. Смотри, следующий духовный смысл. Павел идет в Македонии и выбегает девочка. Все это рабы, которые возвещают нам путь спасения. Правду говорила. Правду? Да. Но он сказал, дух змеиный, я запрещаю тебе. Снова же была легенда. Была легенда. И когда-то у нас была программа Клубкина путешествий. Юрий Сенкевич рассказывал эту историю. Он рассказывал, что когда Аполлон родился, ну это языческая легенда, да. Гера наслала на него змей. И, короче, он убил, или тогда, или когда стал взрослый, и бросил его в расщелину скал. И вот однажды и шел пастух, и он остановился там, овцы пастлись, и он над этой расщелиной надышался этого пару, который выходил, и начал пророчествовать. То есть прорицать. И то, что он сказал, все сбылось. Это мифология, друзья. Да, это мифология, да. И на этом месте построили Дельфийский храм. И это был самый уважаемый храм, будем говорить, древности. Хорошо. Мы видим эту историю. И это все нам дается через толкование Писания. Хорошо. Идем дальше. Нравственность. И вот в учении Божьем есть нравственность. То, что мы называем законом Моисея. Моисей не давал этот закон. Или этот закон дал Бог. И вот смотрите, когда мы читаем книгу Исход, первые, где-то 18-19 глава, говорится о том, как Бог дает этот закон. Кого в первую очередь он защищает? Раба и женщину. Почему мы называем это духовно-нравственный закон? Духовно-нравственный. Я понимаю. И Яков, когда он писал свое послание, он говорит, это закон свободы. Закон свободы. И мы видим, друзья, что нравственность, нравственность, она должна быть у нас на высоком уровне. Положение женщины. Положение раба. Положение старца. Ну, я знаю, я жил на Кавказе, если у человека седина, юноши вставали. Я не знаю, мне надо отпустить чуть-чуть волосы, мне тоже седые, поехать на Кавказ проверить. Ты мне скажи, когда ты в церковь заходишь, вскакивают юноши, что под тебе место? Сейчас не то время. Да. И нравственность не так, к сожалению. Ну да, Юра, да. Потому что у нас сказали, что закона нет, нравственности нет, что это было когда-то. Но я смотрю, уважение к старшим. Дальше, уважение к родителям. Если у многих народов, это было как правило, они вырастают, родители берут, или в лес куда-то отвозят, или же куда-то на горы, или в северных районах на льдину, и все. То есть старики свое отжили, дайте пожить молодым. Но Бог изменил правила. И Он сказал, что дети должны почитать родителей, то есть беспокоиться о них в старости. Хоть и фарисеи там хотели изменить, но Иисус обличил их в этом. Если хотите что-то дать Богу, дайте то, что не принадлежит вашим родителям. И это очень важно. Почему? Если мы это сохраним сегодня, и наши дети послушают нас сегодня, значит в будущем их дети будут беспокоиться о них. Если мы сегодня вот так махнем и скажем, оно нам не надо, значит и дети наши скажут, у них не скажут, это нам не надо. Я вчера имел интересную беседу по телефону. Я позвонил друзьям, которые со мной друзья много-много лет, наверное лет 30 здесь находятся в Америке. Я сделал звонок. Ей 94, ему 93. И вот я взял телефон, попросил Татьяне Павловне. Мы долго с ней общались. Она была у нас в эфире несколько лет назад. Она рассказывала свою автобиографию. И говорит Юра, по-моему их пятеро сестер в семье, пятеро. Говорит Юра, раньше 90 никто не умирал. Я говорю, а Татьяна Павловна, скажите секрет вашего долголетия. Она сразу же говорит, ты не представляешь, как мы почитали своих родителей. Для нас это было свято. Я говорю, Татьяна Павловна, вы блаженна. И она в здравии. Прекрасно мыслит. Муж ее на год моложе. То же самое. То есть, Юра, огромные секреты в этом есть, когда Господь сказал, будет тебе благо. И будешь долголетия. Юра, ты мне навеял одну историю. Это снова иудейская история. И касается она строительства храма. И говорит о том, что у одного человека, он был и, ну, ближе всего, что он был язычник, были две огромные жемчужины. Красивейшей красоты. И евреи планировали это как бы в глаза Херувима. И они пришли к нему и попросили, дай, продай. Он говорит, хорошо. Но он зашел в другую комнату и говорит, ребята, я не могу вам продать. Что ты увидел? Они его просили, умоляли, предлагали большие деньги, огромные, огромнейшие. Он сказал, нет. Прошло время. Его отец вышел с комнаты. Он берет эти жемчужины. Догоняет этих людей. Говорит, возьмите. Тебе, говорит, слушай. А что было? Мы тебе огромнейшие деньги предлагали. Говорит, ребята, в той комнате спал мой папа. Я не хотел тревожить его сон. Видишь? И они говорят, смотрите, какое великое почитание своих родителей. Это нравственность. Да, это нравственность, Юра. Это нравственность. Хорошо. Это нравственность в другом. Парень с девчонкой вступили, ну, будем говорить, в взаимоотношения. То есть стали мужем и женой. Проходит время, и он начинает испытывать, как говорится, свои кулаки на своей невесте. То есть на своей жене. Извини, пожалуйста. Это кто для тебя? Это чья-то дочь? Это мать твоих родителей? Это дитё Божье? Какое право ты имеешь поднимать свои грязные руки на Божье создание? Мать твоих детей, я поправлю тебе. Мать детей. Ну, я могу оговориться, дорогие друзья. Вы меня, конечно, извините. Тебе хорошо идёт, Юра. Очень хорошо идёт. Спасибо. Если бы тебе плохо шло, я бы тебя не приглашал. Ну, я не знаю. Я просто, дорогие, ну, напишите в комментарии. Я вижу, что мало просмотров. Ну, я думаю, может, я уже вам надоел. Надоел, надоел, надоел. Но я не знаю. Юра, тебя через спутниковое телевидение и через кабельное смотрят намного больше, чем на Ютьюбе смотрят. Намного тысяч раз больше. Поэтому я тебя утешаю. Мы продолжаем. У нас осталось 12 минут. Хорошо, Юра. И ты знаешь, самое главное в этой истории. Не то, что там мне напишут, не напишут. Я знаю, что напишут. Но самое главное, Юра, мы с тобой счастливые люди. Что Бог дал нам Тору, священное писание, открыл свою божественную мудрость, дал свое величайшее благословение. Юра, мы с тобой уже до 63 дожили. До 63. Мне вот буквально пару дней назад 63 стукнуло. Поздравляю. Спасибо. Я тебя поздравляю. И ты знаешь, Юра, много моих напарников, друзей, много моих одноклассников, одногруппников уже нет. Они ушли в вечность, а мы с тобой живем и еще имеем благословенную возможность сегодня говорить о Боге. Юра, кто мы такие, что Бог дал нам возможность говорить о Нем? Совершенно верно. Юра, и нам, посмотри на меня, нам туда ближе, чем оттуда, откуда мы начинали. Все-таки 60. Осталось, ну, осталось туда, уже ближе, сколько там, ну, 20, при большей крепости 30. Мы не знаем. А может, ночью Христос за нами придет? Может, Юра, может. За любовь из нас. А может, и скажет, Юра, там ты еще погулять успеешь на этих улицах. Надо еще тут немножко что-то сделать. Поэтому, друзья, спасибо за ваши молитвы и вашу поддержку, что вы делаете это возможным, то, что мы делаем. Это несет большое благословение. Ты не поверишь, Юра, когда я получаю письма, написанные рукой. Рукой. Старшие люди, они привыкли писать рукой. Я прочитываю все без исключения. Слава Богу. Нет такого, чтобы я там, пришло письмо, чек там достали. Нет. Я прочитываю каждое письмо. И во многих этих письмах я вижу, Юра, что мы служим благословением для людей. Поэтому продолжайте, друзья. Спасибо вам. Спасибо. Хорошо, Юра. Нам 10 минут осталось. Хорошо. За метод Пошер мы с тобой говорили, я не буду его поднимать. Дальше. Там есть много символов и преобразов. И снова же, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что иногда Бог говорит символами. Ну, за один символ мы с тобой говорили. Или про образ. Но, видишь, у нас в Вифании хлебопреломление идет по католической схеме. Трансубстанция. То есть, после молитвы хлеб превращается в тело, а вино превращается в кровь. Но Мартин Дютер изменил соосуществление. Да. Во время того, когда идет хлебопреломление физическое, то есть духовное присутствие Христа. Кальвин и Цвингли, они вообще сказали, символ и прообразы, через которые мы, как говорится, приобщаемся к Христу. Это есть, это официальное богословие. Ну, как церковь принимает, так оно и, слава Богу, есть. Дальше мы видим елей. Дальше мы видим две лозы в Откровении, в пророчестве Захарьи. Мы видим многие, многие символы, многие прообразы. И ты знаешь, Юра, это интересно, почему? Потому что они о чем-то говорят. Если, например, говорится о масле, о елее, оно говорится и как прообраз, и оно говорится как благословение. Почему? Потому что многие народы использовали это масло и как лечебное, и гигиеническое средство. Но мы используем это средство как благословение. И ты знаешь, Юра, очень-очень часто приходилось когда-то мазать людей елеем. Просто-напросто. Ну, елей, в моей руке елей, которые благословились, за которые помолились. И человек просит, я хочу с помазанием. Хочешь, пожалуйста, во имя Иисуса Христа помазал. И потом человек говорит, слушай, ну чудо происходит. Чудо происходит. Почему, Юра, даже светские умы на сегодняшний момент, ученые, не сегодня, уже много лет назад доказали, а сегодня подтверждают, что средиземноморская диета имеет в себе обязательный элемент, оливковое масло, которое служит для этого. Поэтому, когда это было, когда Господь установил это много веков назад, Господь знал, что Он делал. Хорошо, Юр, ну я буду немножко спешить. И следующая гематрия. Гематрия. Ну, для христиан оно не говорит ничего. Но дело в том, что еврейские буквы – это те же самые числа. Те же самые числа. И любое слово можно выразить, ну, в числовом варианте. И получается, я тогда рассказывал историю за Елизара, Елизар, 318, его числовое изображение этого слова. И раввины теперь, они меняют как бы это местами и говорят, что один Елизар стоил 318 рабов. Почему? Потому что это был благословенный, это был умный человек, это был человек, которому Авраам доверял как самому себе. Ну, ты знаешь, Юра, иметь такого друга, которому ты доверяешь как самому себе – это великое приобретение и благословение. И этим человеком был Елизар. И поэтому, друзья, каждое слово еврейское, оно имеет числовое изображение. И если попадаются два числовых изображения в разных контекстах, их могут просто-напросто поменять местами. Поменять местами – это тоже один из методов еврейского толкования. И тогда Тора, говорится, получает, ну, довольно интересный смысл. И смысл, который не уходит далеко от реальности, а смысл, который реален. Дальше, определение слова по буквам. Вот здесь, друзья, очень интересно. Когда-то я смотрел одну программу, я не помню, русского какого-то ученого, и он объяснял за абетку. Абетка, то есть, или азбука. И он объяснял, что каждая буква имеет свое изображение. И, например, слово, слово, можно было не искать в словаре, а просто-напросто брать значение этих букв, подставлять значение слов, и слово объясняло само себя. То есть, делать изображение из этого, да? То есть, из этих... Из этих букв получалось как бы объяснение этого слова. Например, смирение. И вот эти буквы, то есть, эти слова, поставленные в рядок, теперь объясняли значение слова смирения. Ты знаешь, недавно мне позвонил мой друг, Равинс Ужарада, Федя Шестаков, и он дал мне интересное значение. Слово эмет, то есть, истина. Что такое истина? То есть, первая буква алиф, это или бог, или начало. И второе, как бы, вторая часть этого слова, мэт, смертью. То есть, между жизнью и смертью, то есть, между началом и смертью, что стоит? Наша жизнь. И Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. И дальше он сказал интересную юрофразу, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Дальше, я был в одном репцентре в Мексике, было где-то 40 человек, и я говорил эту тему, познайте истину. Я им сказал, ребята, вы отсюда выйдете, через месяц-два вы будете снова здесь. Почему? Я вам объясню. Вам надо соединиться со Христом. То есть, соединиться через покаяние и кричение, вступить с ним в завет. И тогда его покров, его благословение, оно будет сопровождать вас во все дни жизни ваших. Юра, это благословение, это разбор священного писания, это то, что Бог дал нам, это наше приобретение. Для того, чтобы, Юра, это я в тему, для того, чтобы интерпретировать и усилить значение слова истина, мы роемся по энциклопедиям, по словарям всевозможным. Но евреи, видишь, каждая буква, каждое слово, оно уже в себе имело настолько заложено божественной мудрости и откровений, что еврею не надо было вот такой величины толковать. Ну правильно, Юра, но тем более Равинов учили, мы с тобой говорили, их всему учили, не только Тори. Их учили математики, астрономии, физики и все. Если в первом веке до нашей эры евреи знали фазы Луны с точностью до одной тысячной секунды. То, что сегодня определяют уже сложными аппаратами. Да, это они знали. И поэтому это, друзья, наше благословение. И это то, что Бог дал для нас. Ну и уже немножко у нас времени осталось. Почти три минуты. Почти три минуты. Еще одно. Это слово, прочитанное наоборот. Это тоже толкование Торы. И особенно оно выражается в именах. Мы с тобой говорили, что евреи давали имена со смыслом. Со смыслом. То есть, если, например, Шму Эль, Самуил, то есть услышал Господь. Если, например, другие имена, в большинстве у евреев стояло в конце или Эль, это Бог, или Ях. Так, ну, начало имени Священного Писания, то есть Бога в Священном Писании. Хорошо. И это было предназначение человека. То есть, это был его путь. Это было его благословение. Но когда человек повертал и, ну, как украинцы, взбочивал в сторону, вступало другое правило, это имя читалось наоборот. А там было то, что не очень хорошо говорит. И мы часто видим в Библии контраст. «Свет» — тьма, «Благословение» — проклятие, «Жизнь» — смерть, «Радость» — печаль, ну и так дальше. И в нашей жизни, в нашей жизни есть тоже свой, как говорится, ну, противоположные стороны. Бог дал нам имя, и мы идем в этом контексте, в этом ракурсе. Бог дал нам. Ну, извини, Юра, мне много говорят, Юра, почему ты в Сакраменто не хочешь сделать церкви? Я говорю, во-первых, я не пастырь. Во-вторых, мне Бог ни слова не сказал за это. И, в-третьих, есть мера благодати на каждого. В тебя мера благодати, которую ты используешь. И своим детям какие имена ты дал? А? Своим детям. Ну, например, Яна у меня, это еврейская Йохананна, то есть Божья милость. Сын Иван. То же самое, Йохананн и Иоанн. Дочке дал Наталья, желанная. Ну, а уже сыну дала последнему Люба. Виталий, ей очень нравилось это имя. Ага. Быть любознательным. То, что я всегда говорю о Юрии Аскереве. Он любознателен. Поэтому пусть Бог утвердит сказанное. Аминь. Духом Святым. Положит в наши сердца, чтобы мы были любознательны. Любили Слово. Аминь. Вникали в Слово. И следовали за Господом. Юра, спасибо Богу. Еще раз. Будьте благословенны. Спасибо Юрию. Еще раз тебе с рождением. С рождением твоим. С днем рождения. Спасибо. Будьте благословенны. Спасибо, дорогие друзья. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok